В преддверии 14 января Дня защитников Родины представители всех военных подразделений страны состязались в интеллектуальной игре за коват. У кого получилось лучше блеснуть своими познаниями в различных сферах, узнавала Гульмира Валиева. Умные, интеллектуальные и азартные. Именно так можно охарактеризовать участников состоявшегося брейн-ринга. Отрадно, что сегодня в рядах узбекской армии служат не только физически крепкие, стойкие и выносливые, но и умственно развитые образованные личности. Это является ярким примером реформ, которые проводятся в армии в последние годы. Об интеллектуальных способностях военнослужащих говорит и количество желающих принять участие в игре за коват, которых с каждым годом становится все больше и больше. В этом году проводится уже во второй раз. В прошлом году заявились для участия на турнире около 40 команд. В этом году их около 60 уже. Сегодня тоже участвуют порядка 60 команд. Часть вопросов составлена с учетом сегодняшней аудитории, то есть тема военная или околовоенная. Вопросы все логичные, то есть не обязательно глубоко знать какие-то термины, какие-то знания. Достаточно просто быть начитанным и интересоваться этой сферой. Радует также то, что наши защитники, защитники нашего отечества не только физически готовы к этому, но также интеллектуально они подкованы. И это, конечно, может сыграть только хорошую службу. Наша команда специально для этого турнира создали те вопросы, которые интересны в их сферах. То есть это связано там с обороной, с военными делами. И можно сказать, собрать этих ведомств в одном площадке и заставить их в одной селе работать, для нас это большой честь. Здесь не только там вопрос и ответ, кто выиграл, кто не выиграл. Самое главное их собрать в одном площадке и чтобы создать такую дискуссионную площадку, вот наша главная сель в этом заключается. Сегодня по регламенту предусмотрено 36 вопросов. Мы определим три лучшие команды, которые будут поощрены со стороны заковод Некомерской, Некомерской организации. И предоставим благодарное письмо руководству и их ведомству. Один из знатоков команды Главного управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан, не раз принявший участие в интеллектуальных играх, отлично понимает, насколько важны для игрока такие качества, как смекалка, логика и наблюдательность. Такие игры, как заковод, интеллектуальные, они исключительно важны для сотрудников правоохранительных органов, поскольку они в первую очередь должны думать головой в площади прав и интересов граждан. Именно поэтому я считаю, что это хорошая инициатива со стороны государства. И общество Заколад прекрасно представляет в нашем случае именно возможность поиграть, поработать головой, использовать свои знания разносторонние, безусловно. Все сотрудники достаточно сильные соперники с разных органов, с таможеней, с органов внутренних дел, с гвардии разных частей привезли людей. Все достаточно интеллектуальные, достаточно образованные люди. Поддержать своих подопечных, коллег и сослуживцев пришли и ветераны сферы. Участники отметили потрясающую атмосферу не только состязания интеллекта, но и культурного отдыха. Нас пенсионеры очень порадовали, только что нам оповестили, что в дальнейшем у нас среди пенсионов, пенсионного возраста, среди сотрудников будет отдельное направление, отдельный конкурс, отдельная такая интеллектуальная игра, где может участвовать все наши пенсионеры, все наши сотрудники, ослужившиеся и сейчас в данный момент находящиеся на пенсии. Это говорит о том, что знание, это всегда должно быть у человека, это интересно и это востребованная вещь. Поначалу подумали, что у нас ничего не получится. Нет, наоборот, вопросы именно по нашим отраслевым направлениям, отраслевым службам собраны и очень интересно. По окончательным итогам интеллектуальной игры за КОВАД будут определены лучшие из лучших. Победители-призеры будут награждены почетными грамотами и подарками. Гульмира Валиева, Тохир Абдулаев, специально для информационной программы «Пойтахт».